Всем привет, я Николай Пак, это видеоблог серийный продюсер. Сегодня я хотел поговорить о таком явлении, как КВНщики в телевидении, или почему на телевидении так много КВНщиков. Почему на телеке так много КВНщиков? То есть мы начнем с российского телевидения, это 15-20 лет назад. Ну если коротко, то в принципе в то время на телевидении образовался определенный вакуум. То есть были какие-то, я предполагаю, это все по моему мнению, то есть были какие-то специалисты старой более формации, требовались новые. И тогда вот этот вакуум, что, например, сценаристов телесериалов, сценаристов программ, ну начиная со сценаристов и редакторов, брали КВНщиков, которые заполняли этот вакуум, и которые потом заполнили все эти места среди телевизионщиков, киношников и так далее. Ну в большей степени телевизионщиков, понятное дело, да. Чем хороши КВНщики? То есть какое-то время это были, знаете, такие как гастарбайтеры, да, то есть, ну вот как вы привыкли воспринимать гастарбайтеров. Это люди, которые могут много работать, вот, они там неприхотливы, потому что КВНщику вообще, ну там обычно, там КВНщики из регионов устроятся засыпаться в Москве, где-то работать, ну в принципе всегда это, ну и заниматься, опять-таки продолжать заниматься творчеством, юмором, там или там просто попасть на телевидение, это очень крутой социальный лифт. И поэтому, если так можно сказать, то КВНщики это были первые гастарбайтеры на телевидении, вот, это люди, которые делали много, брали за все, делали быстро, дешево, там, ну и так далее. И у них были новые идеи, конечно, это, ну, невозможно отрицать. Вот, чем хороши, по сути, КВНщики, да, чем хороши и чем плохи КВНщики, какие достоинства, какие недостатки. Ну, значит, в классе, ну, то есть, в обычной такой ситуации, если вы берете на работу, там, КВНщика, то чем он хорош? Он уже за несколько лет деятельности КВН, он заточен на работу на рывке. То есть, вот, у него игра, там, раз в три месяца, и вот к этой игре он всегда готов, что нужно отдать много сил, чтобы выложиться на игре. То есть, это такой, ну, человек, который привык работать в проекте, то есть, неравномерно приходить на работу, как бы, если надо, он будет впархивать, там, и ночью, и так далее. Это вот такая вот у них, ну, там, особенность, да, первое. Второе, естественно, на каком бы уровне КВНщик ни играл, у него какой-то плюс-минус есть какая-то экспертиза в юморе, даже если он сам не пишет хорошие шутки, когда человек варится в этой, как бы, индустрии, у него уже все равно появляется какой-то, я не могу сказать, вкус, ну, какое-то ощущение, что смешно, что допустимое, что нет. Это второе. Третье – это многозадачность. Многозадачность – это то, что нужно на телевидении, это прямо одно из главных качеств. То есть КВНщик по своей природе готов к многозадачности. То есть он привык к тому, что он выходит на сцену, потом он поет, потом он несет реквизит, потом они там записывают музыку, там, я не знаю, там ставят танцы, там и так далее. Это уже в него заложено. А, ну, для работника телевидения, тем более, вот, какой-то в эпоху изменений, такие многозадачные люди, как бы, нужны. Какие есть недостатки вот у КВНщика, который занимался только КВНом, скажем так? Если он хочет быть сценаристом, КВНщик, и есть такое, в принципе, понятие, как КВНщина, да, это то, что, когда он пишет сценарий, он использует короткий юмор, скажем так. Он хорош в коротком юморе. Почему, в принципе, хорошо сначала пошли скетч-шоу, там, в России, да, там, однажды, не однажды в России, извините, наша Раша, или там у нас, вот, пошли у ребят, там, наша Казаша, там, и так далее. Почему скетч-шоу были, то есть более близки к КВНщикам? Потому что, ну, грубо говоря, там была короткая форма, то есть короткие сценки, вот, как однажды в России, это короткая сценка. Для КВНщика это самое удобное, да, то есть он короткими формами меряет. Но потом КВНщики, естественно, прогрессировали, потом они изучили вот эту структуру ситкома, более длинного юмора, ну, там, пошли в кино, там, стали писать комедии, там, и так далее. Но в обычном виде КВНщик, как только он заканчивается заниматься КВНом, он рассуждает такими короткими формами юмора, да, то есть это шутка, сценка, как бы, и так далее. Ну, вот это поначалу является его недостатком, который вот нужно, по идее, при, если давать им писать сценарий, вот это нужно, как бы, и искоренять. Потом КВНщики, как бы, в том числе, им нужно привыкать работать в долгую и стабильно. Ну, то есть, опять-таки, они привыкли работать рывками, выкладываться, да. И если, к примеру, то, что касается, ну, очень большое количество КВНщиков стало сценаристами, вот это вот равномерное, как бы, им приходилось как-то себя перебарывать. То есть, ну, в смысле, нужно писать постоянно, не рывками, вот у нас там премьеры, вот нужно написать, вот, или, ну, как, получается, по аналогии, как игра, и нам нужно написать, вот. И нужно работать, как бы, стабильно выдавать каждую неделю, как бы, с этим, то есть им нужно для этого перестраиваться. И поэтому в таком виде, чистом КВНщик, он, ну, может показаться ленивым, но на самом деле он, там, как загорается и гаснет, да, как бы, такая особенность. Ну, и еще один из минусов, конечно, в принципе, за что, как бы, их, наверное, многие не любили, специалисты, там, телевизионщики с образованием и так далее, это то, что, ну, изначально КВНщик, он не особо, то есть, он не особо глубоко погружается в какие-либо темы, то есть, это не журналист, и он не будет, как бы, копать глубоко, он находит только то, что нужно. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, естественно, вызывает какие-то вот реакции у представителей профессий, на которые они, там, учились, там, годами, там, и так далее. Незнание каких-то законов. С одной стороны, это возможные преимущества, потому что все эти законы в какой-то степени меняются, изменяются, и, ну, как показала уже история последних 15-20 лет, сами эти КВНщики, они все это, на все это очень сильно влияют. Что было раньше, то есть, получается, какую историю мы могли наблюдать? Вот раньше, я помню, когда мы приезжали в Москву, ну, то есть, в нашем мире, ну, там, в мире КВНщиков, тогда, там, я не знаю, там, конец 2000-х, очень авторитетные КВНщики, они, там, занимались редакторами. Я помню один разговор у нас на каком-то крутом шоу на Первом канале, один авторитетный автор работал, ну, вот, кто подсказывал о ведущей реплике, то есть, ну, чтобы она была достаточно остроумной или... Вот, ну, за это время, пока они были редакторами, там, уставились какие-то рекламные агентства, копирайтерами и так далее, прошло какое-то время, и поначалу, естественно, к ним достаточно призрительно относились. Я так думаю, что, как сейчас КВНщики, в принципе, относятся к Ваневам, так тогда, там, телевизионщики относились к КВНщикам. Но прошло время, и эти КВНщики победили. Теперь они управляют огромными медиакомпаниями, просто огромными холдингами, и, в принципе, наверное, можно сказать, что управляют почти, там, всем телевидением. Ну, вот такой путь, вот эти, как можно назвать, гастарбайтерами прошли. То есть, сейчас компании, там, те же Comedy Club, Production, YBW, Good Story Media, еще, там, много компаний, вот, и, там, медиа-менеджеры, те же, Муругов, Дженни Бекян, там, ну, там очень много их ребят, которые создали собственный бизнес, собственные компании, возглавляют крупные компании, они сейчас управляют телеком. И это не только в России, по сути, потому что, если брать почти все страны, там, СНГ, какую страну ни возьми, там, везде, в принципе, сейчас на телеке сидят бывшие КВНщики, ну, с той или иной степенью. В Украине вообще произошел уникальный случай, то есть, то есть, компания 95-й квартал, это компания, которая состоит из одной команды. Ну, там, у них плюс-минус, там еще какие-то есть участники других команд, но, в общем-то, это основа, это одна команда, потому что, ну, до этого, той же YBW, там, понятно, там, БГУ, РУДН, там, и так далее, но там она, ну, такой сбор такой общий, вот. Ну, а здесь, как бы, фронтмены, по крайней мере, основные видные люди, это одна команда. Ну, то есть, такого, по-моему, еще нигде не было, ни в Казахстане, там, ни в Азербайджане, ни в Армении, ну, такого еще не было. Вот, то есть, это уникальный случай, они стали лидером отрасли, то есть, лидером в Украине. Самое крутое, ну, грубо говоря, то, что касается развлекательного контента, это квартал, самые дорогие, самые крутые, там, самые лучшие. Вот, сейчас есть дизель-шоу, которые, ребят, которых, я, в принципе, тоже знаю, вот, они составляют там конкуренцию, они там по рейтингам с ними воюют. Опять-таки, это бывшие КВНчики, там, Николаев, там, несколько, на несколько городов, там, и так далее. Почти все юмористические сценаристы, они почти все бывшие КВНчики. Я не говорю, что все, но почти все. Что у нас в Казахстане? Тоже очень большое влияние на телевидение. То есть, там, Нулан Коенбаев стал руководителем огромного, ну, в принципе, почти одного из самых больших каналов в стране, что, в принципе, тоже огромный скачок с ребят, которые занимались КВНом. Конечно, он очень справедлив, в принципе, потому что они, эти люди, там, Кумара, Нулан, там, Нортас, я не знаю, там, все остальные ребята, там, которые вот в этой нашей, в Астане Кизеты и в Казахах, в КВН играли, они всю жизнь этим занимались. И, конечно, вполне нормально и заслуженно о том, что они занимают те места у нас в стране, которые есть. Тот же Нортас, он вообще совершил революцию в киноиндустрии. Ну, то есть, это не громкие слова, это прямо революция. А революция, она произошла в мозгах, да, то есть, вот этот прецедент с Килинкой Сабиной, но это было что-то вот, это 4 года назад, по-моему, это было что-то вот невероятное, потому что ко мне подходили разные люди, там, спортсмены вообще какие-то, я не знаю, там, чиновники разные вообще, ребята просто, которые на движении. Они подходили, говорили, что, слушай, что, реально, в кино можно такая штука, да, там, вкладываешь 200 штук, получаешь 2 ляма, да, ну, типа, давай-то, а что там будем, что-то делать там и так далее. Он вот этим прецедентом, тем, что он сделал Килинку Сабину, сделал ее, не просто там чуть-чуть заработал, заработал много, создал, вот, перевернулся, например, всю киноиндустрию. Я не знаю сейчас, какие происходят прокатную киноиндустрию, да, ну, и киноиндустрию в общем. То есть у нас сейчас есть кино, понятно, которое попадает, которое зарабатывает, у нас производится много фильмов, вот, это сделал Нуртас. Например, в Украине только сейчас это происходит, да, то есть, собственно, кино начинает выходить на какие-то такие обороты, которые можно сравнить с какими-то американскими, там, и так далее. А то, что 4 года назад это сделал Нуртас Адамбаев. Человек не только своими фильмами, но и своими, как бы, продюсерскими, в том числе, решениями, предпринимательскими, как бы, перевернул индустрию кино в отдельно взятой стране. То есть, опять-таки, Нуртас Адамбаев, он тоже начинал там, ну, не начинал, то есть КВН, потом телек, ну, понятно, выступления там на различных мероприятиях, да, что, в принципе, тоже все КВНщики, да, по крайней мере, медийные КВНщики этим занимаются. Но вот КВН, потом телевидение, потом вот кино сейчас. Вот, и почти в каждой стране бывшего СНГ, где есть команды, такое происходит, где были команды, которые были видны, и такое происходит. Ну, то есть, КВНщики зашли на телек, и теперь, как бы, ну, какое-то время КВН был школой для телевидения вместо телевизионных школ, вот, но сейчас, наверное, КВН – это площадка для тех же видеоблогеров, там, для вайнеров, наверное, ну, в смысле, для сценаристов, там, и так далее. Возможно, сейчас КВН-у только не хватает то, что люди могли играть в нем подольше. Мне кажется, их уже так, это мое субъективное мнение, их уже расхватывает очень, на какое-то уже, только-только кто-то появился, их уже хватает. Ну, с другой стороны, мы 20 лет назад об этом могли только мечтать, да, что какое-то, может быть, оказывается будущее после КВН. Ну, а оказалось, что будущее есть, и оно такое достаточно крутое для тех, кто талантлив, для тех, кто может. Вот, и отдельно я хотел бы рассказать вам о некоторых, скажем так, недооцененных бывших КВНщиков, те, которые очень крутые, но которых мало кто знает. Ну, первое, вот, если брать весь КВН-овский мир, понятное дело, что у нас там те, кто находятся во главе Камеди Клаба, YBW, там даже те же кварталы, это, ну, там, люди, которые заработали много денег, которые очень крутые, которые влиятельные. Но мне кажется, самый крутой, если брать индивидуально, самый крутой, это КВНщик из команды «Ковбой Политеха» Киев, это Артем Литвиненко. Артем Литвиненко, ну, так, я не думаю, что о нем много кто знает, понятное дело, киноиндустрия и сериальная индустрия о нем знает, но это человек, который сделал сериал «Нюхач», он его написал с автором и сам стал режиссером-постановщиком. Он играл в КВН, потом работал на телевидении, ну, и потом, грубо говоря, «Нюхач» — это тоже телевизионный продукт, да, это сериал, вот, и создал этот проект, и он там несколько сезонов. А «Нюхач» — это сериал мирового уровня, скажем так. Ну, то есть, не скажем так, а точно. Это сериал мирового уровня на русском языке, ну, можно сказать, почти сделанный одним человеком. Понятно, за ним стоит крупная компания, которая поддержала, но как творец, как создатель, вот, мне кажется, самый недооцененный индивидуальный один человек, а не команда, да, это вот Артем Литвиненко, там, ну, ему вообще такой большой респект. То есть, он не просто делал там крутой смешной сериал, ну, не смешной сериал этот «Нюхач», но это прямо заслуживает уважения. В Казахстане, как бы, недооцененные ребята, это, я считаю, что компания, которой я восхищаюсь, как предприниматель, как продюсер, это компания «Баспро», «Баспродакшн». То есть, Акрубек, Марат, Рустем, там, еще с ними куча ребят. Я считаю, что это у них самая правильная структура компании. У них выходят разные продукты, там, кому-то может нравиться, не нравятся, там, все с разными бюджетами и так далее. Но как структура, как компания, я считаю, что они, ну, очень крутые. И как компания, они, возможно, ну, как мне кажется, они еще недооценены. Возможно, как медийные личности Марат, там, Рустем, они, ну, вполне себе нормально о них люди знают. Но вот если присмотреться к ним, как компании, как структуре, что они основу своей компании делают на авторах и на сценаристах, мы еще, я думаю, отдельно об этом поговорим когда-нибудь. Я думаю, это очень правильный подход, самый правильный подход среди всех продакшн-студий, ну, по крайней мере, в Казахстане. Вот эти ребята, я считаю, крутые. О них, может быть, не так много кто знает, но это прямо молодцы. Ну, по крайней мере, по моему мнению, естественно. На этом все. Всем пока. Подписывайтесь, если вам это нужно.